Привет, народ! Меня зовут Сергей Лав, и мы продолжаем нашу историю о трёх в... Хотел сказать, в пасов-экзайле, в Кенше, потому что ник-экзайл, да? Всё закончилось достаточно плачевно у нас в прошлый раз, и единственное, что, по-моему, нас сейчас спасает, это то, что... Работорговцы куда-то свинтили, то есть я подозреваю, они могли бы меня спокойно тоже на плечо и хобок себе там унести. Поэтому пока что я надеюсь на то, что мы придём в чувство. Уже, в принципе, мы, кстати, забинтованы, может быть, нас работорговец забинтовал, но логично ведь хотя бы как-то заботиться, да, о состоянии раба своего, ибо зачем тебе мёртвый раб? Поэтому вроде бы приходим в чувство. Также я надеюсь, что нас могут отпустить. По крайней мере, в прошлом пробном своём забеге у меня кого-то тоже поймали в плен по недосмотру, и я на него забил, потому что это был просто бомж. Так, это не к нам, нет, это не к нам. И, ну блин, серьёзно, на него было просто наплевать, а потом спустя какое-то время мне сказали хоба, типа идти отсюда, ну правильно, что его там кормить надо. Место занимает, посидел-посидел и хватит с тебя. Да, поэтому, мне кажется, рано или поздно нас могут отпустить. Так, главное, чтобы не к нам. Там с кем-то базар происходит. Но это не с нами, да, то есть... Пока они не собираются отпускать, я думаю, мы там можем просидеть достаточно долго. Какие-то забеги тут. Много чего происходит, да, он какие-то рубил его, но что-то мне хочется отсюда свалить, ребят, поскорее уже. По крайней мере, я хочу уйти, в принципе, из пустыни после того, что с нами тут встало. Просто, чтобы уйти подальше от вот этих вот всех фракций. Чтобы не маячить перед глазами у них с ворону ворованным лутом. И, я так подозреваю, с ворованным лутом лучше, что можно делать... Так, подождите, мы в чувство пришли, отлично. Это караванить. То есть, ни в коем случае нигде не задерживаться, просто потому, что тебе не погладят по голове. Да, а другие фракции особо и не заметят. У нас есть 23 шанса, что мы сможем снять эти... Оковы, но вопрос в том, что... Как это работает? То есть... А, ну, скорее всего, мы можем бесконечно крутить этот цикл, пока он не прок... Пока он не прокнет. Ну-ка, пошлите отсюда нахрен. Ну, видимо, прокнул самого первого раза. Но мы до сих пор, кстати, числимся рабом. И, если честно, я не особо понимаю, что делать с этим состоянием. То есть, говорится, что... Мы навсегда, в общем-то... У нас навсегда... Ну, то, что у нас работа... Рабская, да. Но я как его убрать могу? Ну, как убрать в это состояние, что ли? Я не раб больше. Я, как бы, свободен. Свободный человек. Ну, как свободный? Видимо, игра не считает, что я свободный человек до сих пор. Все очень плохо. Ну, продолжаем лутаться. Ладно, будем пока что рабом. Я... Подожди, это опять, что ли? Нет, он, по-моему, опять костру хочет топать. Мне бы хотелось освободить своего... Блин, да что бы вас... Не, надо сваливать отсюда. Серьезно. Просто сваливать. Но мы уже не уйдем. Да, зря я стал приближаться к этим челикам. Не знаю, что им там так в глаза бросается. Самурайская полиция. У нас вроде ничего самурайского-то... А, блин, слушайте, а куда ты меч пропал? Походу, дело, кто-то его все-таки умыкнул у меня. Да, хороший был меч. Ну, это слейв 3. Вообще не сказано, у кого уперто. А может быть, то, что не сказано, у кого уперто, оно как бы всеми палится. То есть, универсально. Хоба. Нас, по крайней мере, вылечит, народ. Но мы, правда, остались без меча. Да печально. Меч-то хороший был. Ладно, будем... Сейчас посмотрим, как нас посадят. Я надеюсь, у нас хотя бы в соседней клетке поставят, чтобы можно было поболтать там. Да. Ну, надо отсюда свалить от этих самараев проклятых. Пусть без меча, лишь бы, на самом деле, уже ноги отсюда унести, хоть как-нибудь. Даже не знаю, есть ли у нас вообще шансы на это. Но, по ходу дела, нет. Я думал, там тюрьма, но там не тюрьма. Вот тюрьма. Так. Ну, явно на втором этаже посадят. Ну, слушайте, близко, близко друг к другу. Нормально, нормально всё. Сейчас обговорим план побега и реализуем. Хотя, вроде как, бежать у нас шансов-то и нету. Ну, то есть, как бы, шанс сломать клетку есть. Но, если там на охране стоят такие же челики бдительные, которые сразу, о, сбежал, то нам жить недолго. И у нас что-то совсем поломано всё. Вы видите, что прям совсем состояние никакущее. Я думаю, лучшее, что мы можем сделать, это ожидать результат какого-то. И я, блин, случайно нажал на Escape, ждал, ждал, ничего не происходит. Как отменить-то это теперь задание? Ну, потому что, я думаю, может быть, там будет в плане, ну, поговорить с кем-то там, договориться о залоге и всё такое. Оказалось, что нет. Оказалось, что... Это просто банальный взлом замка. Ну, в любом случае, сейчас нет смысла пытаться сбежать. Вся, что ты там делаешь? Да ничего вроде не делают. Хотя он, может быть, кого-то лечил вообще? Нет. Какой-нибудь бомжа из соседней клетки. Просто сейчас нет смысла пытаться сбежать, пока у нас... Наш беглец без сознания валяется, мы даже не сбежим никуда. Да и, на самом деле, в таком состоянии нам тоже дорога-то закрыта. Я надеюсь, кого-то из них всё-таки отпустят, и мы сможем поговорить и сказать, типа, чувак, у меня там ещё друган в клетке сидит, на тебе залог за него, отпусти нас. И вот никого нету, с кем можно потрындеть. Есть, конечно, на первом этаже, да, но я не очень думаю, что он нас услышит со второго этажа. Может, и отпустит. Пока что принесли ещё одного бедолагу. О, народ, дела идут ещё хуже и хуже. Во-первых, ему дали какое-то состояние... Ну, вообще, по-моему, раб сначала мерцала. Может быть, в кадрах даже попала. Ну, короче, ему дали баунти 2,5 косаря за нашу голову. Блин, я его за 2 тысячи нанял. А если я сам его сдам, можно мне 2,5 получить дороги? Это 500-ник выгоды, а? Рекс, конечно, ты мне друг, но 500 монет есть 500 монет. Я бы его сдал. Но он и так в тюрьме сидит, зараза такая. Как мне его сдать-то? То есть, чтобы его сдать, он сначала спастись должен. А у меня появился эскейптфон. Слейв, то есть, сбежавший раб. Видимо, всё-таки спалили то, что я кого-то снял. Ага, и здесь написано, смотри, в чём. Вот типа, как звёздочки в GTA. Нужно выглядеть неприметно, на глаза работорговцам не попадаться. Или, допустим, причесон поменять. Чтобы, ну, выглядеть менее похожим на раба. Видите, там есть показатель, насколько похож я на раба. Всего лишь 10%. И я не обнаружил. И самое интересное, что 9 часов у всего этого таймера. То есть, я подозреваю, через N количество часов я перестану быть рабом вообще, в принципе. Так что неплохо, что я попал в тюрягу. Потому что в тюряге явно не будут искать раба. Ну, в полицейский... Чего вот этот чувак делает? Он копает. В полицейском участке. Рядом с клеткой. И задание у него в стейнхоу. Видимо, не знаю, что с ним не так. А, он тренируется же, ёпо, РСТ. Вот оно чё. Это ж манекен почему-то между клетками расположенный. Версия 1.0. Да? Ну, такого челика можно было бы и ключи упереть, если бы они у него были. Но... Нет, я не могу даже ничего сделать с ним. Ладно. Нам ничего не остаётся, кроме как продолжать сидеть. Хоба, я что-то тут завтыкал. И на промотке я каким-то образом... Ну, то есть, вроде бы сидел, сидел, сидел. И мой персонаж сам сюда прибежал. Но, в любом случае, это говорит о том, что меня освободили. И я ещё обнаружил, что у Рекса-то... Почему ему баунти навесили? У него костюм самурая. И челики-то эти... Самураи, ёпо, РСТ. Я самурая снял. Чё я не подумал-то об этом? Что с самураей не надо снимать ничего. Ну, или если я снял, то надо валить. И, кстати, у меня почему-то опять... Как? Почему? А у меня на ногах кандалы. Я ещё, кстати, смотрите, могу вот этого сетихерово освободить за два косаря. Да пошёл он. Он меня там чуть не замахал. Зато у него силы. Хотя, может быть, если я его освобожил, он меня... В команду мою вступит. Ну, типа, освободил, и всё, и погнали. В рабы, да? То есть, будет должен по гробу жизни. Значит, я подозреваю, такого не произойдёт. А за нашего Рекс вообще пять косарей хотят. Они там не припухли. Вон, две стоят. И почему на... А, вот почему я освобождён. Чёрт, ёпо, сытая. Потому что я, блин, в рабстве опять. Чёрт! Зато баунти сняли вроде как, а, слушайте-ка. Я, по крайней мере, не вижу, чтобы сказано было, что за меня баунти назначен. Чё там положено рабам делать? Хотя бы жрату не отнимают. Ну, хоть жрату не отнимают, то хорошо. Если честно. Ну, чё, погнали, народ. На... Вкалывается. Погнали. А я вот не очень хочу, правда, туда гнать, если честно. Он можно... Я думаю, самый большой шанс свинтить это сейчас, пока мы туда не пришли. Да. Надо было уличить монент. И отсюда свинтить. Пока поблизости никого нет. Ну, как бы пописать захотел, да. Но хоть с воротами сейчас где-то будем пробегать поближе. И с винтем. Не, по крайней мере, надеюсь, что мы будем пробегать поближе с воротами. Где-нибудь. Ай, блин. Чё за жопот какая. Кто же знал, что всё обернётся-то, да? А чё, мы в другую сторону уже бежим? Чё, поменялись приоритеты? Или чё, народ-то-то? Какие-то неуверенные рабы, да? Ну, по крайней мере, хотя бы плетьи у нас не шмаляют по спине. Ну, чё, Рекс? Как там? Где лихи? Рекс вообще беспалево, да? Он свои культяпки мог бы спокойно и вытащить, мне кажется, из этих кандалов. Как они на нём держатся, я не знаю. На клеё, видимо, приклеено. Слушайте, мы, кстати, и к воротам прибежали. Вообще неплохо. А может, мы пойдём отсюда? Они, короче, нас, походу, не хотят отпускать, да? Вон там, видите, пока другого стреляют. Давайте валим, валим, валим. Там... Это автосейв. Автосейв. Так, валим, валим. Валим отсюда, валим. Куда-нибудь подальше отбежим. Там будем снимать эти кандалы, короче. Какие-то... Это этот мул? Вол или как его назад? Местный. Не-не-не, чувак. Не-не-не. Блин. Да что ж ты будешь делать? Он одним ударом двоих убил, чертям. Да чтоб тебя. Так, Рекс. Ты, короче, сам за себя там. Чего, опять туда понесли? Чёрт, зараза. Так, короче. Нам нужно снять эти кандалы. Дурацкие. Где-то, во-первых, заныкаться, где... Где нету рыботорговцев. Хотя здесь что-то слишком оживлённо для пустыни. Ну, хотя бы миллиметрик какой-нибудь. Да, и надо снимать к чертям. Кандалы. Это вообще не дело. А, ну хорошо, он зацикленно будет работать. А вот Рекс опять присел. Да. Дискавер. Самбель хэссин. Короче, всё плохо. Но зато я вроде бы снял свои хотя бы кандалы. Хотя бы в сундук бы поместили бы мне их. Положили аккуратненько, да, в рюкзачок. И то бы спасибо сказанному. Забинтуемся. Так, но мы всё ещё сбежавшие рабы. И это 11 часов будет. И ситуация то, что мы... Так, надо отсюда валить. Я подозреваю, надо валить. Рекс, конечно, был другом, да. Но мы уже с ним прощались в таком ключе. И Рекс, мы увидимся где-нибудь вот здесь. Так, здесь, конечно, один против одного. Но я надеюсь, что я смогу пробежать, пока Махач идёт. Да. Махач идёт. Махач ты... Надо валить. У меня там у самураев спёртые шмотки, да. На мне же, да, на мне самураевские шмотки. Ниндзевские шмотки. У меня оружия нет, но как бы мы с этого начинали, что у меня оружия нет. Нет, не было и не надо, как говорится. Зато у меня жрачка есть. Я ещё могу пару кусманов пожарить. Я сытый. 300 жраны. Жранин. У меня есть бинты. И даже бабки. По крайней мере, бабки из кошелька не отнимают. Не знаю, где они хранятся. Видимо, на электронном счёте. Потому что тебя там, не знаю, обчмурили, обоссали, в клетку посадили, но деньги из тебя ни копейки не собрали. Ну я... Чтоб тебя... Всё вот так, ладно. Бежим, ладно. С Рексом мы что-нибудь придумаем. По крайней мере, он там... Он там жив. Уже виден какой-то лагерь. Это он, наверное, да? Близко оказывается. Я думал, намного дальше придётся бежать. Так, статус... Нет, статус не спал. Всё ещё. Ещё 10 часов нам в подобном состоянии находиться. Я чё... И, кстати, на сколько мы там на раба похожи? 20%. И у нас ситуация, что нас видели. Видимо, то, что видели, не видели, это как раз-таки 10% добавляет узнаваемость. Да, то есть, если тебя никто не видел, то ок. Если кто-то тебя спалил, то уже всё. Шансы того, что... Тебя смогут опознать, возрастает. А вот Рекс сидит. Неизвестно, как долго он будет сидеть. Он же вроде как бы в рабах. Да, может быть... А, нет, слушайте, не сидит уже. Ему разрешили... Выйти. Ну... Как бы... Ладно. Пусть поповкалывает. Может, статы прокачать. Слушайте, может быть, реально неплохой способ прокачать статы. Посидеть в рабстве там. Мускулатуру поднять. Халя. Ну, только что-то не кормят ни хрена ничем. По крайней мере, никакой столовой я там не заметил. Хотя, может быть, там есть специальная такая... Жральня для рабов. Подошёл. Шведский стол для рабов. Типа, подошёл и... Чё хочешь, что взял. Так, вообще, кто здесь... Ооо... Слейф... Слейр Хэви Гвард. И они красные. Чё-то я зря сюда бегу, да? Вообще зря. Ох, зря я сюда прибежал. Надеюсь, у меня преимущество по бегу. Вот так, у меня чё там? Скорость 15. Значит, я быстро стал бегать, слушайте-ка. Ну, как бы, жить захочешь, научишься, да? Отсюда ползёт шняга. Есть два стула, да? Ползут все шняга и чувак, который... Который за мной пришпорил. Блин, да что ж такое? Ты реально, что ли, за мной так и будешь бежать? Алё, чувак, давай, хорош, завязывай. Я не знаю, куда я бегу. Я просто бегу. Отсюда. Хоть куда-нибудь. Лишь бы от этого чувака отстать. Может быть, его натравить на кого-нибудь? Да, чтобы он начал рубиться. И мы за это время смогли бы свинтить. Зачем вообще нужен в рыбах чувак с одной рукой? Ну, серьёзно, алё. Это неэффективно же такого. Он жрёт больше, чем от него пользы. А этот чувак, кстати, так и не отстаёт от нас. Ох, не нравится мне это. Не нравится. Надо избавляться от хабара, по-моему. Я, в принципе, могу бежать с убийцей. Крумбрандс. То есть барахло моё 12% у меня замедляет. Это как раз то, что не даёт мне бежать на мои 17 скорости. А он бежит 16 скорость. Да, то есть он не смог бы меня догнать, если бы я бежал. Так, а как я могу... Как я выбрасывал? Я как-то выбрасываю эти предметы одним кликом. Нет, тут чё-то как не кликни. Ладно, так повыкидываю. До тех пор, пока 16 не станет. Тогда мы будем бежать на одной скорости. Да. Но нет, они сильно много не весли. Вот чё я и боялся. Слишком немного весит. Чё у нас ещё тяжело есть? Один килограмм, три килограмма, пять килограмм. Избавиться от вот этой ниндзевской броники. Сам... Блин. Я не хочу. Один килограмм. Знать бы, сколько нужно сбросить... А, Макс Способл Спид у меня всего равно... 16. То есть, я подозреваю, это мне нужно вообще всё повыкидывать. Давайте попробуем вот так сделать. Но почему? Почему оно так работает, да? То есть, сколько мне нужно сбросить предметов? То есть, я так подозревал, что если хотя бы меньше будет, то мы уже будем бежать с максимальной, но нет. Что-то нас штрафует. Вроде бы ничего не штрафует. Давайте попробую ещё один кусок мяса скинуть. Нет. Не прибавилось. Скорость. Ну, подними мясо хотя бы. Ай, ладно. Пошёл, 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 пошёл. Пошёл, пошёл. О, подождите. Ранспид 17 всё-таки стал. Да, да. В пределах веса... Он у нас поднялся. Всё, хорошо. Всё, этот чел у нас не догонит, да? Да. До свидульки, чувак. До свидульки. Так, хотя нет, не надо менять траекторию, потому что он тогда нас начнёт догонять. Всё, мы теперь начнём отрываться. Слава Богу. Не зря я всё-таки пожертвовал там этими... Когтями этого чудища дурацкого. Да? Оно стоило того. Чувак, согласись, оно ведь стоило того. Я вон вижу у него по глазам, что он именно так и считает. Знаете, лучше без денег, но живым и на свободе, чем опять сидеть в клетке. Потому что он Рекс до сих пор там вкалывает. Он ведь вкалывает, да? Ну, он ничем не занят, в общем-то. Потому что тут, в принципе, заниматься рабам нечего. Да, но он ходит. В рабстве. Не особо радостный. А вот мы топаем отсюда. Мы почти на свободе. Чёрт, ведь мы начинали с того... Подожди, а чё там происходит? Эй, кто там поднял тревогу? Какая тревога, ребятки? Не надо никакой тревоги. Нам сейчас чё по шее дадут? Какие-то ублюдки начали какой-то фигнёй заниматься там, по-моему. Да, и Рексу в щи втащили. Ну, ладно, его посадят, наверное. Его ведь посадят. Ну, и его полечат. Да, его полечат. Нормально, всё нормально. По крайней мере, он там не умрёт. Ну, пока у него что-нибудь не откажет какой-нибудь орган совсем. Так, а за мной по-прежнему бежит этот челек. Слушайте, интересно, как долго он за мной будет бежать? По крайней мере, состояние рабства у меня будет длиться ещё 8 часов. Чувак, я не против побегать ещё 8 часов, лишь бы ты от меня отстал. Интересно, он после этого реально такой бежал, 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 там всю пустыню пробежал за чуваком, да? А потом такой, блин, нет, он не раб. Не раб, я что-то попутал. Ладно. Это будет долгий марафон. В принципе, как и раньше, в старом добром Кенше, в версии 0, там, 0, 0, 0, музыка из Бенни Хилла всё ещё была бы актуальна. Так, подожди, тут какие-то челы ходят. Самураи. Чёрт. Они-то вот сейчас точно мне в щи могут вписать. У них скорость бега 20. Вы чё, какие прытки. Самураи точно меня по голове не погладят. Ай, просто на каждом повороте этот чувак начинает меня догонять всё больше и больше. А чё там опять происходит-то? Ай, блин. Чё происходит-то? Зачем вы поднимаете тревогу-то вообще? Бунтуете-то нафига? Сидите, не отсвечивайте. У меня уже всё поломано просто в дресню. Да, серьёзно, очень сильно повреждёт. Мне бы найти какой-то город. Народ, город. У меня... Центральную кнопку, короче, не надо нажимать. Ай, подожди, что ж ты сделал-то? Что ж ты остановился? Город-это хорошо. Хефт. Только мы туда вбежать не можем, потому что мы до сих пор рабы. Но мы уже, кстати, половину маршрута пробежали. Условного, да? Нам не важно, куда мы бежим. Кто это? Вот эти вот челики-то. Чё за челики? Это у нас оба баунти-хантера. Но они мирные. Но они как бы и этого чувака не будут пинать. Он им тоже ничего не сделал плохого. Но мы сможем пробежать мимо них. Да. Но, по крайней мере, половину нашего рабского состояния мы уже отбегали. Нам ещё половину сбросить. Мы сможем зайти в город, наверное. Хотя, я не уверен, что здесь живут дружные нам челости. Это можно на карте посмотреть, кто тут обитает. На карте, ну-ка. Нет, чё-то как-то не происходит того, что я ожидал. Может быть, потому что пауза стоит. Но раньше я наводил на города. Может быть, это только, которые ты посетил сам лично. Там подсвечено, чё почём, кто живёт, зачем живёт. Чё, он отстал, что ли? Ядрить, колотить народ. Он отстал. Вот этого я... Подождите, подождите. Вот они, видите, закопанные были. Ёшкин дрын. Как я не заметил-то их. Так, а сколько бега у этой штуки? А у них, кстати, всего 14 бега, так что они мне не смогут догнать. Ха-ха. Беги, ты что ты? Дурак-то какой. Сожрал от страха, видимо, кусок мяса. Ну и ладно. Ладно, всё, отлично. Теперь мы знаем, что, в принципе, если мы бегаем 16-17 километров, то мы могём, умеем. Не так уж и много кто нас может догнать, да? По крайней мере, тяжело бронированные чуваки не смогут. И даже вот эти штуки, которые нас разорвут, просто даже не заменят. Значит, как? Тоже не догоняют. А это неплохо. Но проблема в том, что мы где-то вообще хрен знает где. Рекс по-прежнему не с нами. Состояние рабства по-прежнему присутствует. Но всё 4 часа. Я думаю, я его буду пережидать. Просто сидеть и... Еда у меня есть, да? То есть мне потеря времени не страшна. С Рексом надо что-то делать. Это явно. Но что с ним делать, если он в коме вообще валяется? Тоже вопрос. Да. Проблема в том, что у него был хабар, который я могу продать. Блин, нифига себе ему... А, вот почему он их снять не может. У него кандалы на тело натянуты. И проблема в том, что броню-то он потерял. Вот всё самое плохое. Но это вообще не... Вот вообще не прикольно. Потому что, собственно, ради броньки-то его и хотелось засырить. Но у него есть еда. Да, то есть он самообеспечен в этом плане. Какими-то деньгами я тоже смогу обеспечиться, если я смогу всё-таки свалить из этого рабства. Но пока что я просто буду ждать, пока слетит с меня вот это состояние. Всего 2 часа остаётся, чтобы посетить Хефт. Там, я думаю... Не знаю даже. Можно в кровати посидеть. Ну, кровать, она, по-моему, то ли 150, то ли 200. Где как стоит. За эти деньги я смогу восстановиться. Очень быстро. И, по-моему, это неплохая идея. С собой у меня ничего нету, да. Я ничем забарыжить не могу. Но зато я смогу продолжить барыжить мясом вот этих вот ублюдочных животных. По крайней мере, как только я перестану быть рабом. Но уже вроде бы почти-почти. Неужели я сейчас реально перестану быть рабом, а? Давай, давай. Ноль часов. Она уже должна исчезать. Там кто-то просто стоит. Экс-слейв. Ёшкин дрым. 95 часов. Это же... Сколько там? Это почти четверо суток. Серьёзно, четверо суток. Я всё ещё в состоянии... Около рабском нахожусь. Я даже не знал, что настолько сложно от этого будет избавиться. Да, это реально не как в GTA. Со звёздочками там перекрасился и всё. Что ж, я тогда даже не знаю, что нам делать. Потому что, ну, четверо суток... Мы толком не можем...